Приветствую уважаемых подписчиков, читателей и зрителей наших каналов. Напоминаю, в давном цикле публикации я хочу рассмотреть экономику, так сказать, секретного способа производства. Политаризма или азиатского способа производства, АСПР. Секретно, потому что он был запрещен к изучению в учебных заведениях Советского Союза лично Иосифом Сталином. Запрещен по понятным причинам. Если бы он преподавался в СССР, то даже школьникам стало бы ясно, что у нас нет никакого социализма, а у нас классический политаризм. А эта система, что по Карлу Марксу, что по Фридриху Энгельсу, что по Владимиру Ленину, хуже не только капитализма, но и даже рабовладения. Мой подробный ролик о политаризме будет на конечной заставке. Но все здесь не так просто. Дело в том, что экономика политаризма в 20 веке целых пять раз умудрилась удивить, а то и потрясти мир. Я убежден, что в данной экономике и прежде всего в ее главной черте, широком использовании общественной собственности на средства производства, заключен огромный потенциал. Этот потенциал позволяет создать новую систему, более прогрессивную, чем капитализм и чем исторически не состоявшийся на нашей планете социализм. По социализму подчеркну особо. Я убежден, что у данного способа производства поезд уже ушел. Сегодня миру нужна уже более совершенная система, чем обе указанные. Я этот более совершенный способ производства называю ноосферным. И также я хочу наглядно показать, какой колоссальный экономический шанс упустил Владимир Путин. И какой огромный вред он нанес нашей стране. Нанес, естественно, своей некомпетентной политикой и прежде всего политикой в области экономики. Время. В 1986 году на закрытом заседании 27-го съезда КПСС получила жесткое осуждение и была полностью идеологически разгромлена школа Николая Александровича Цоголова. Профессора и бывшего заведующего кафедрой политэкономии МГУ. После этого идеологического разгрома Николай Александрович скоропостижно скончался, а школа официально прекратила существование. Данная информация с заботливо оттиснутыми на всех документах грифами «совершенно секретно» поступила в партийные органы не ниже регионального уровня, а была доведена только до самой высшей номенклатуры. Что же это была за школа, вызвавшая на втором году перестройки настолько даже не просто жесткую, а жестокую реакцию? В те годы мне тогда курсанту 4-го курса высшего военно-политического училища данная информация дошла только на слух. Не только запись документов, но даже и чтение этих документов нам, курсантам, было запрещено. Нам об этом только рассказывали, повторяю, только на слух. Довольно скупо рассказывали, нужно заметить. Но суть помню хорошо. Профессор Цаголов и его ученики тогда на пике победы развитого социализма на полном серьезе утверждали, что в Советском Союзе нет и никогда не было никакого социализма. И наша страна все 70 лет находится на стадии переходного периода от капитализма к социализму. Основывалось это утверждение на том, что социализм предполагает централизованное планирование и управление экономикой. А в советской экономике такого не было никогда. При Сталине, да, в промышленности действительно удалось создать серьезные элементы централизованного планирования и управления экономикой. Но после Сталина данная система полностью деградировала. Что при Хрущеве, что при Брежневе, Госплан полностью утратил контроль над экономической ситуацией в стране. И это породило массу перекосов и диспропорций, в результате которых было просто несерьезно говорить о централизованном планировании и управлении экономикой в Советском Союзе. Это, кстати, все. Больше тогда, в те годы, мне о данной школе не удалось узнать ничего. Да оно и понятно. Правота Цагула и его последователей была слишком очевидна. Помню, несколько позже данная информация просочилась даже в КВН. И там курсант тоже военного училища, какого, правда, не помню, но помню, что летного, сказал, у нас централизованное планирование. Но каждый пилот вам скажет, что планировать можно только вниз. Но в 1989 году, в самом его конце, так сложилось, что я оставил карьеру в политорганах вооруженных сил и переехал к родителям на мою вторую родину. В Карелию. И там принял райком комсомолу в городе Сегеж. И неожиданно по линии ЦК ВЛКСМ получил новые, закрытые документы по данной школе, и они полностью прояснили ситуацию. Хотя данная школа официально прекратила существование, но выяснил, что неофициально она еще жива. И последователи Николая Александровича продолжают отстаивать его правоту. А именно, они считают, что курс, принятый в годы перестройки, на внедрение в советскую экономику рыночных механизмов ошибочный. И обязательно заведет нас в тупик. Напротив, СССР нужно восстановление элементов централизованного управления и планирования экономикой, и их дальнейшее совершенство. Но я думаю, не нужно пояснять, что ЦК ВЛКСМ, как и ЦК КПСС, впрочем, были с ними категорически не согласны. Более того, в данных документах над ними почти откровенно издевались, называя сторонниками казарминого социализма. Вместе с тем, они были неголословны. И далеко не голословны. И приводили факты, которые ЦК ВЛКСМ было бы смеивать глупо. Впрочем, эти факты и так общеизвестны. Только до Великой Отечественной войны рост производственных мощностей и объема производства в тяжелой промышленности в Советском Союзе был в 4 раза. ВВП Советского Союза с 1928 года по 1940 увеличился в 6 раз. Вчера еще аграрная страна к 1937 году по объемам выпуска промышленной продукции заняла второе место в мире после Соединенных Штатов Америки. Ничего подобного не знала не только история России, но и история человечества. Вот, кстати, как выглядел Николай Александрович Тагуов. Так вышло, что наследие Николая Александровича сегодня практически забыто. А зря. Я лично, кстати, не согласен во многом с его взглядом на экономические проблемы и с его выводами. Но от этого они ни разу не становятся менее интересны. Самое же главное, как я уже сказал в прошлой публикации, Сталинская экономика безусловно заслуживает самого глубокого и самого всестороннего изучения. И заслуживает она его прежде всего потому, что я больше такой экономической модели не знаю. Она совершенно уникальна в нашей реальности. И по-настоящему потрясающе она себя проявила не только и даже не столько в годы первых пятилеток, а в годы Великой Отечественной войны. Более того, если бы не эта экономическая модель, Советский Союз безусловно проиграл бы Великую Отечественную войну. Вместе с тем, сила сталинской экономики была лишь обратной стороной ее слабости. И настолько эффективной она могла быть лишь в чрезвычайных обстоятельствах и на очень короткий период. Я бы назвал эту модель мобилизационной экономикой. Впрочем, это название придумал не я, но на мой взгляд, именно она является самым удачным. Кроме того, здесь есть вопросы, на которые по сей день нет внятного ответа. Но на мой взгляд, главная причина немыслимых успехов сталинской экономики состоит в экстенсивности ее характера. Но об этом мы продолжим разговор в следующих роликах. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах, смотрите мои аналогичные ролики. Какие именно, вы видите на конечных заставках. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok